Жители микрорайона Кунайка, СК Северо-Запада жалуются на стаи бродячих собак. За прошлую неделю в службу Айку МЕК поступило 122 заявки с этой проблемой. Как отметили в городском Акимате, ни одну из жалоб не отработали. Было зафиксировано несколько случаев, когда собака нападала на ребенка. Сегодня этот вопрос подняли на аппаратном совещании. Представитель ветеринарной станции объяснил причину в отсутствии сотрудников. Мы начинаем уже три недели. Вот 17-го числа они все выходят и работают. И давно все подойдут. Напомним, что в Кустанай с начала года не могли разыграть конкурсные процедуры на отлов, стерилизацию, вакцинацию бродячих собак. Проблема заключалась в том, что не было подрядных организаций. В конце мая победители по всем лотам определили, и подрядчики приступили к работе. Это до особого случая. Завтра просто человека покусает, не дай бог, ребенка, сразу найдете вы средства и сразу начнете вы отлавливать этих собак или там и так далее с ними, что там вы должны делать. Поэтому у меня просьба, давайте позицию нашу общую давайте. Надо ЖКХ Азамат Амантач. Давайте сейчас определитесь, там жители обращаются. Постоянно этот вопрос не сходит с Айкумека. Надо какие-то решения принимать, но вот так не может быть. Мы, понятно, все за животных, любим животных, но не до такой степени, наверное, чтобы завтра это была угроза. Участились обращения от кустанайцев и на состояние остановочных павильонов. Сейчас в Айкумеке зарегистрировано около 20 жалоб. В основном это разбитые стекла на остановках. Аким города Марат Жундубаев отметил, что были зафиксированы случаи, когда в остановке стреляли из пневматического оружия. Это что получается? Из бетона, из железа надо делать обязательно? Делать некрасивые остановки, но крепкие, чтобы там головы разбивались, что ли? Вот я не могу понять. В центре ставим стеклянные остановки, разбиваем. Потом жалуются. И некоторые наши граждане, они же видят, что кто-то бьет. Это должна быть нулевая терпимость, как раз о чем мы говорим. Гражданская позиция в данном случае. Жаловали жители города и на состояние подземных переходов. В городе сегодня их три. И все они нуждаются в ремонте. За них отвечают подрядные организации, которые занимаются текущим содержанием города. Они пообещали навести порядок в подземках в ближайшее время. Валерий Тущев, Виктор Ваташко, Алия Досмагомбетова, Алина Альмишева, РТН. Алия Досмагомбетова, Алия Досмагомбетова, Алия Досмагомбетова, Алина Альмишева, РТН. Продолжение следует...